Всем большой привет! И в данном видео мы рассмотрим пропорции. Пропорции лица, то есть как рисовать лицо и как от пропорции может зависеть возраст. Мы нарисуем классическую молодую девушку с, скажем так, с правильными пропорциями лица. И я вам покажу на примере, какую закономерность выявила я для того, чтобы это было проще. И так, то есть мы будем рисовать абсолютно такую схему, по которой впоследствии мы будем что-либо делать. И так, я возьму сетку. И первое, что мне надо нарисовать, это сетку. Так, вот количество, да, тут у меня будет 10. А по вертикали, получается, по горизонтали у меня будет 6, а по вертикали у меня будет 10. Ну, это так, для, 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 для примера. Да, то есть, и так у меня получилось. Переворачиваем. Так, у меня должны быть ровные квадратики. Нарисуем один квадратик. По его образу и подобию сейчас подгоним сетку. Вот, ну что-то типа того. Я хочу вам показать именно сам принцип. Так, уменьшаем прозрачность. И так. По-моему, что-то получилось не то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Почему-то получилось на один больше. Мне вроде как это не надо. Вот, ну, для начала подойдет. И так, уменьшаю у него прозрачность и заблокирую его Ctrl-2. И так, теперь беру обычные линейки. Мне надо линейку сделать в центре. И лично я, как делала, я нумеровала, по крайней мере, на первый взгляд. Ну, как бы для начала. Это удобно. У меня цифры. Единичка. Внизу поставим ноль. То есть, мне надо только вот эти вот линии. Можно даже их отчеркнуть. У нас единичка. Не, наверное... Так, почему у него нет окраски? Единичка, наверное, будет вот здесь. Так, мне нужна двойка. Мне нужна девятка. Ну, ноль, естественно. Мне нужна восьмерка. Мне нужна пятерка. И так. Потом мы будем делать с помощью плагина, то есть зеркального. Сейчас я хочу вам показать сам принцип. Сейчас будет немножко все коряво, но главное, чтобы вы поняли принцип. Я могу даже рисовать как-то схематически. Уменьшим прозрачность и заблокируем. Ctrl 2, все блокируем. Итак, я беру обычный какой-нибудь карандаш. Я, конечно, могу наложить уже готовое лицо. Но я хочу вместе с вами поэкспериментировать. Итак, поехали. Я, наверное, здесь где-нибудь буду отмечать. То есть, нам надо нарисовать овал. Пока что это просто что-то такое непонятное. Это потом будет все видоизменяться. Вот. Я думаю, буду как-то даже вручную все это дело копировать. Это пока не принципиально. Так. И сверху. Мы потом все, что лишнее, поубираем. Нарисуем как-то так. Так. Вот эта линия у нас получилась немножко неправильная. Ее надо опустить на 2. Там, где 5, это у нас будет начинаться глаза. Пока что сделаем вот так. Так. У нас скулы. Если у нас 5 глаза, то где-то вот здесь вот у нас будут скулы. То есть, сделаем такое примерное очертание лица. Так. Вот у нас тут. Здесь тут глаз. Да. Здесь у нас где-то начинается скула. Так. Зеркалим. Зеркалим. Здесь удаляем. Так. И волосики. Ну, волосики. У нас можно даже сделать ей какую-то короткую прическу, чтобы не надо было много вырисовывать. На десятке у нас как бы волосы. То есть, можно вот так вот сделать. Такую простую классическую шапочку. Можно нарисовать, конечно, ей уши. Уши у нас там же, где и глаза. То есть, если на пятерке у нас глаза, где-то здесь у нас есть и ухо. А заканчивается ухо у нас там, где губы. А губы у нас... Ой, нет. Вот, губы у нас на восьмёрке. То есть, ухо, по идее, должно каким-то вот таким вот образом идти. Сейчас главное не сделать её ошибкой лопоухой. Не знаю, может, было правильно сначала нарисовать как бы всё, а потом рисовать уши. Ну, ладно. Главное, чтобы была схема. А потом уже будет всё просто. Так, итак, мы нарисовали ухо и волосы и овал лица. Ничего страшного, если там что-то вылезает, что-то не похоже и так далее. Итак, первое, что мы сделали. Нарисовали общую, скажем так, голову именно с волосами. То есть, это у нас от нуля и до десяти. То есть, тут нолик и тут десять. Это у нас размер всей головы. От нуля до двух. Это у нас, скажем так, волосяной объём. То есть, неважно, какая у нас будет прическа, с пробором, или вот такая бы прямая была, да, или был бы, скажем так, косой пробор. То есть, абсолютно неважно. До двух у нас идёт, то есть, лоб. Далее. Пять. Пять у нас начинаются глаза. Продолжение следует... Ширина глаз я как бы так не ставлю. Я потом уже смотрю по девушке, да. Единственное, что я смотрю, чтобы на пятёрке начинался глаз. Итак, мы его отзеркаливаем, чтобы было понятно. Такая вот у нас интересная получается дама с глазами. На пятёрке у нас начинаются глаза. Далее мы рисуем... Давайте нарисуем подбородок. Он у нас на девятке. Далее мы нарисуем губы. Я могу губы, честно говоря, просто... Что-нибудь такое вот изобразить. Примерно здесь. Далее рисуем нос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, что я хочу сказать, что благодаря вот этой вот схеме пропорции лица кажутся более-менее... Так, может какие-то большие глаза, может их уменьшить. Пропорции лица кажутся правильными. И именно по моим, скажем так, подсчётам, Именно такие пропорции лицо делают молодым. Не лицо, а именно голова. В одних и тех же параметрах. Но вот здесь смотрится молодая девушка, а вот здесь она смотрится немножко в возрасте. И если проведить параллели, то есть насколько съехала вниз. Именно мы сейчас сместили. И за счёт этого пропорции листа стали более ровные и более правильные. То есть я пока не буду экспериментировать. Я хочу именно, чтобы вы уловили саму суть. То есть когда у нас пропорции лица как-то в разброс, в разнобой, то от этого очень страдает возраст. Вот, то есть таким вот образом можно варьировать. Если вам нужен человек постарше, то здесь имейте в виду, что лицо у него должно быть немножечко, нижняя часть должна быть опущена больше вниз. То есть такое более растянутое лицо. У нас гравитация. То есть это признаки старения. Здесь даже несмотря на то, что более-менее овал сохранён, всё равно за счёт того, что опущена нижняя часть как-то больше вниз, оно немножечко так дисбаланс. Вот. Поэтому благодаря схеме, я, конечно, может как-то не идеально показала, рассказала, но я хотела именно показать саму суть, что благодаря вот этой вот схеме можно каждый сам для себя. То есть это уже на вкус и цвет товарищей нет. Есть, конечно, какая-то, наверное, математика, но я свой опыт показываю. То есть лично для меня, для самой себя, я вымерила, что для меня идеально именно такое расположение. Здесь у меня даже больше как-то на мужчину стало похоже, но факт остаётся фактом. То есть на пятёрке у меня глаза, ноль – это у меня подбородок, то есть от нуля до девяти подбородок, восемь губы, семь нос, пять – глаза, два – кончается лоб, да, и, честно говоря, до бесконечности может быть там шевелюра, там, ну, как прически, да, то есть всё что угодно. Здесь у меня тоже там шевелюра, корона. Вот эта вот девушка нарисована именно по вот этим вот пропорциям. Давайте сюда поставим. И посмотрим, да, то есть на уровне… Как-нибудь попробуем вот так вот, да, сделать. Ну, мне, конечно, очень такое большое получилось. Вот, ну, я думаю, будет понятно. Итак, вот у меня… Выделю, чтобы было видно. От нуля до девяти у меня подбородок идёт. Как-то с этой стороны, или не знаю. У меня пять – глаза. Ну, лоб я ей тоже подняла, да, то есть лоб подняла и прическу так тоже увеличила. Остались только пять – глаза, семь – нос, восемь – губы, девять – подбородок, ноль – заканчивается лицо. И благодаря этому визуально мне нравится, скажем так, нравятся пропорции. Вот, нравится пропорции. И, в принципе, все мои девушки, да, то есть вот эта девушка, то есть вот это лицо и вот это лицо, оно было построено по тому же принципу. Потом уже можно изменять, там, добавлять глаза, там, губы, нос, то есть форму и так далее. Но именно пропорции мне помогают вот эта вот схема. То есть вы можете сами для себя поэкспериментировать, найти какой-то идеальный, идеальные пропорции, идеальный вариант, и потом благодаря нему можно очень быстро рисовать те лица, да, те лица, которые вам, ну, понравятся. Вот, лично это был мой опыт. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем спасибо за внимание и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!